Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире НЭС Ньюс. С вами я, Антех Милена. Коротко о главных событиях недели. Назарбайз интеллектуальной школе химико-биологического направления города Шинкен прошли мероприятия, посвященные празднованию не первого президента Республики Казахстан. Визиты высокопоставленных гостей в школу. Заместители Акима области Ерлан Айтаханов и Аким города Шинкен Габидулап Тахимов посетили нашу интеллектуальную школу. Проведение очередного, третьего по счету заседания Попечительского совета. Мы, дети Великой Степи. Ученики Назарбайз интеллектуальной школы сыграли на Дамбре Кьюи Курмангазы в мега-центр Шинкен. Акция «Буккроссинг» в Туркестане, организованная нашей интеллектуальной школой. Ожившая сказка «Осенний бал», организованный Шанраком Хаджатыр, прошел в школе. Коллектив и ученики школы выслушали 20-е по счету обращения к народу президента Республики Казахстана Назарбаева, посвященный действиям страны в условиях мирового кризиса. Опыт на месте. Новый проект для учителей по внедрению и распространению опыта Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шинкен. Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологическое направление города Шинкен прошла декада, посвященная празднованию дня первого президента Республики Казахстан. Одной из акций, посвященных празднованию дня первого президента, стал Викикамп «Напиши статью в Википедию», прошедшая 27 ноября. Учащиеся и сотрудники интеллектуальной школы одновременно писали статьи по темам «Историко-культурного наследия и современным достижениям Казахстана». В мероприятии приняла участие более 100 человек. Миктепнізе президент күнтойлау аясында бірнеше шаралар бүткен болатын, солы шаралардың бірі Викикамп акциясы. Сіз өзіңіздің викикамп акциясы туралы бірнеше хысқаша мәлімет бір бөтсеніз. Жалпы 27-ші қарашада тұңғыш президент күнтойлау аясында мектепімізде Викикамп акциясы өмдістырылды. Бұл акцияда жалпы бізде бір сағат уақыт берілді. Сол бір сағат уақытын үшінде мектепімізден жүзден аса мұқушылармен мектептің ұжымы осы Википедияның дамуына үлі өзілістерін қостым. Бұл Викикамп акциясында балаларымыз Қазақстанның мәдени мұрасымен Қазіргітандағы жетістіктер туралы мақыла жазды. Жалпы кортымдылай келгенде осы Викикамп акциясында екі жүзге жуық мақыла жазылды. От 30 ноября ученике организовали праздничный концерт, чтобы поздравить школу с днем первого президента. Танцы народов мира, песни в исполнении наших вокалистов и народные кюи исполнили весь зал, погрузив зрителей в праздничную атмосферу. Прожедшая неделя выдалась насыщенной на визиты гостей. 27 ноября заместитель Акима Южно-Казахстанской области Айтахана Ферлан Куанышевич встретился с учениками нашей школы. В нашей интеллектуальной школе действует клуб встречи с интересными людьми, в рамках функционирования которого заместитель Акима посетил школу и ответил на вопросы учеников. Встреча была приурочена к празднованию дня первого президента Республики Казахстан. Самыми актуальными темами для обсуждения стали выбор профессии и дальнейшее развитие Южно-Казахстанской области. В частности, учеников интересовало мнение заместителя Акима области касательно промышленности и инноваций в регионе. Также неподдельный интерес ученики проявили к истории становления личности и карьеры господина Айтаханова. Ерлан Куанышевич вспомнил свои школьные годы о временах подготовки к поступлению в Московский государственный университет имени Ломоносева, рассказывая, как долго и упорно шел к своей цели. На следующий день, 28 ноября, Аким города Шымкент Кабидулла Абдрахимов познакомился с интеллектуальной школой и выступил перед учениками. Специально для учащихся Кабидулла Рахматуллаевич выступил с мотивационной речью. Аким города, имеющий опыт обучения за рубежом с 1997 по 1999 годы, Кабидулла Абдрахимов по программе «Булашак» учился на магистратуре в немецкой высшей школе государственного управления. Рассказал о своем ведении и получении высшего образования. Я вам всем рекомендую закончить школу, потом поступить в университет, я думаю, внутри страны, Назарбаев университет, разные университеты есть в Казахстане. А после этого пойти на магистратуру уже на рубеже, в Америку, в Англию, в Китай, куда вы хотите. Когда вы не оторветесь с одной стороны от страны, психологически будете готовы к самостоятельной жизни, и точно будете знать, чего вы хотите вообще. Богдан, расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях по поводу прошедшей встречи с Акимом города. Вы знаете, это была большая честь встретиться с Акимом нашего города. Он так вдохновил меня, потому что сказал, что учиться в этой школе – это просто мечта. Так что, ребята, учитесь и цените, что у вас есть. 28 ноября прошло очередное заседание Попечительского совета нашей интеллектуальной школы. На повестке дня стояли следующие вопросы. Членство в Совете международных школ. Ознакомление с результатами по поступлению в высшие учебные заведения выпускников 2014-2015 учебного года. Подготовка учащихся 12 классов к поступлению в зарубежные вузы и в Назарбаев университет. Обеспечение местным в интернате учащихся из отдаленных районов области, проживающих на квартирах. Работа с суперодаренными учениками. Вновь разработаны руководствующие положения и их реализация через урочную и внеурочную деятельность. 100 конкретных шагов. Пункт 87. Разработка сайта для областного спортивного музея имени Кожимукана. Трансляция опыта для пилотных и общеобразовательных школ. В целом, заседание прошло успешно и плодотворно. Были обсуждены важные для дальнейшего развития интеллектуальной школы вопросы и получены новые предложения и идеи. Мы – дети Великой Степи. Ученики Назарбаев интеллектуальной школы сыграли на дамбре Кьюи Курмангазы в мега-центр Шымкент, поздравив жителей и гостей города с Днем Первого Президента Республики Казахстан. Домбре Кьюи Курмангазы в мега-центр Шымкенте. День Республики Казахстан. День Республики Казахстан. Флэшмоб дамбре Кьюи Курмангазы в мега-центр Шымкенте. Мы – дети Великой Степи. Прошедший 28 ноября 2015 года объединил все 20 интеллектуальных школ страны, ученики которых в едином порыве поздравили народ с наступающим днем Первого Президента Республики Казахстан. Ученики двух Назарбаев интеллектуальных школ города Шымкент, химико-биологического и физико-математического направления, выступили для жителей и гостей города в торговом центре Мега-центр Шымкент. Исполнив скьюи Курмангазы, мастерство и талант наших учеников не оставили равнодушными зрителей, которые с упоением слушали классику казахской музыки в их исполнении. 27 ноября прошла акция «Букроссинг», посвященная празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан. Ученики и сотрудники посетили школу-гимназию номер 15 в городе Туркестан, подарив книги и устроив им концерт. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Традиционный осенний бал прошел 28 ноября в актовом зале нашей интеллектуальной школы. Подробнее в сюжете. Мероприятие прошло в форме конкурса, на котором соревновались представители каждого шанрака, примерив на себя различные образы. Девочки почувствовали себя настоящими принцессами, а мальчики превратились в голландых джентльменов. Представления, дефиле, домашние задания, каждый этап конкурса судила наша компетентная жюри. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 30 ноября президент Республики Казахстан Нарсултан Абишевич Назарбаев обратился к народу Казахстана с очередным 20 по счету посланием, который на этот раз был посвящен действиям страны в условиях мирового кризиса. Коллектив и ученики школы слушали послание в прямом эфире. О том, что послание народу будет озвучено до конца года, глава государства заявлял на расширенном заседании правительства 18 ноября. В своем очередном послании президент назвал основные шаги для выхода из кризиса. Коллектив школы смотрел прямую трансляцию ежегодного послания. Конкурентоспособности Доволжской экономической формы Казахстан занял 42 место в мире. Во-вторых, в мировом рейтинге стран, создающих самые благоприятные условия для бизнеса, Казахстан занял 41 место. И, наконец, главное, что сообщил президент, Казахстан стал полноправным членом ВТО. И то, что с 2017 года в Республике Казахстан ведут для всех бесплатное профессиональное техническое образование. Трансляция опыта идет полным ходом. Опыт на месте – новый проект для учителей по внедрению и распространению опыта Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкент. На этот раз базовой площадкой для апробации прорывных концептуальных подходов в совершенствовании структуры содержания образования становятся непосредственно сами школы области. Ценность проекта заключается в том, что учителя НИШ практически знакомят коллег со своей системой, вводят его в лабораторию своей педагогической работы, проводя уроки на месте своих коллег из общеобразовательных школ, которым не надо тратить время и силы для посещения семинаров. Опыт на месте – это динамичная вариативная модель организации обучения учителей и учащихся за определенный период времени. Первые показательные уроки по математике и робототехнике 25 ноября 2015 года были проведены группой трансляции. Недавно мы проводили большую работу в нашей пилотной школе в городе Туркестан. Последняя наша работа – это проект, который разрабатывается нашей школой «Опыт на месте». Этот проект чем интересен? Он интересен тем, что молодые учителя нашей школы проводят уроки вместо самих учителей прямо непосредственно на месте пилотной школы или любой другой школы, которая нас приглашает. Учащиеся шестых классов с удовольствием играли в математический футбол, строили живые геометрические фигуры, состязались в решении логических задач, а их учителя с удовольствием наблюдали за организованным педагогическим спектаклем. Особый восторг среди мальчишек и девчонок вызвали работы на уроке информации. Субтитры создавал DimaTorzok С вами была Антах Милена. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok